В среду 19 ноября, в день памяти святых новомучеников и исповедников Орехвозуевских, в храме-памятнике состоялась Божественная Литургия, после которой были освящены колокола, специально отлитые для храма. Слово моей коллегии Лидии Руфлядко. В престольный праздник храма священнослужители трех благочиней Орехвозуевского, Ликинодулевского и Павлова Посадского совершили Божественную Литургию, которую возглавил благочинный Орехвозуевского церковного округа протеерей Андрей Коробков. И очистить себя, взяв меня скверлим, и спаси Боже Души нашу. На богослужении присутствовали глава городского округа Орехвозуева, члены Попечительского совета храма, сестры Милосердия, которые уже несколько лет несут свое послушание во имя святого великомученика Никиты, епископа Орехвозуевского, помогая пациентам больниц нашего города. Храм в честь святых новомучеников и исповедников Орехвозуевских – это памятник вере, стоянию за Христа, памятник любви к Богу. Он появился в городе не так давно, колоколов у собора не было. После посещения в 2010 году патриархом этого храма, храм по его благословению был освящен, невзирая на то, что он еще внутри не расписан, что не было колоколов. Но святейший патриарх сказал, что такой храм должен служить людям, и в нем должно совершаться ежедневное богослужение, что сейчас и делается. И вот в течение нескольких лет мы собирали средства для того, чтобы приобрести колокола для храма святых новомучеников и исповедников Орехвозуевских. Колокола были разработаны Московским колокольным центром, и сами колокола отлиты на Тутаевском заводе. И мы сейчас видим, что получились они очень красивые, в лучших традициях колокольного литья. И здесь, теперь, на праздник новомучеников Орехвозуевских мы эти колокола осветили, и они сегодня будут подняты на колокольню нашего храма, и храм новомучеников Орехвозуевских наконец-то обретет свой долгожданный голос. Отныне девять колоколов собора разными голосами будут созывать верующих на богослужение.